Доктор Барнард вряд ли сможет помочь определить, являетесь ли вы алкоголиком. Рассмотрим некоторые выдержки из материалов «Общество анонимных алкоголиков». Как характеризуют сами себя анонимные алкоголики? Мы представляем содружество мужчин и женщин, которые утратили способность контролировать употребление спиртного, в результате чего оказались в различных затруднительных положениях. Мы стремимся жить полноценной жизнью, где нет места алкоголю, и большинству из нас это удается. Для этого нам необходима помощь и поддержка других алкоголиков, членов «Общества анонимных алкоголиков». Выделенные курсивом слова являются, по-моему, вполне логичным определением алкоголика. Недавно, на одном дне рождения, я задал гостям вопрос, кто такой алкоголик. Я намеренно сделал это в начале вечера, пока они не выпили слишком много. Из шести приглашенных двое выпивали за компанию, то есть принадлежали к тому типу людей, которые не получают удовольствия от спиртного, но выпивают, так как иначе чувствуют себя неловко. Одного гостя можно было назвать умеренно пьющим в общепринятом смысле этого слова, а трое были алкоголиками. Хочу обратить ваше внимание. Ни один из этих троих даже намеком не показал, что считает себя алкоголиком. Но любому стороннему наблюдателю было очевидно, что каждый из них давно утратил ощущение своей меры спиртного. Удивительно, как легко мы определяем алкоголизм у другого человека, однако у себя не можем признать даже проблему с выпивкой, не говоря уже о собственном алкоголизме. Беседа постепенно становилась бессвязной и разгоряченной. Если в гостях за ужином не клеится разговор, рекомендую задать тот же вопрос, только за последствия я не отвечаю. Ни один из шести гостей не определил алкоголика как человека, утратившего контроль над собой. Один из алкоголиков признался, что он пьет не ради удовольствия, а потому что это помогает ему находить контакт с окружающими. Другой алкоголик уклонился от ответа и весь оставшийся вечер объяснял, каким образом он может держать себя в руках. Третий, несмотря на физическое присутствие, уже пребывал где-то в собственном мире. Пятеро из шестерых категорически утверждали, что пьют только ради удовольствия от спиртного. Алкоголик, признавшийся, что употребляет алкоголь по необходимости, сообщил. На одном полюсе находится бабушка, выпивающая рюмку на стойке на Рождество, а на другом — дядя Тет, который опохмеляется с утра, едва открыв глаза, и продолжает пить весь день до бессознательного состояния. Между ними располагаются миллиарды пьющих людей всего мира. Не думаю, что стоит опровергать это заявление. Буклет общества анонимных алкоголиков составлен для умеренно пьющих, которые знают свою меру. В отличие от физически и психически больных алкоголиков, которые при попадании в организм хотя бы капли алкоголя вынуждены пить рюмку за рюмкой до бесконечности. В буклете это заболевание характеризуется как аналогичное проявлению аллергии. Оно осложняется непреодолимой тягой к тому, что может только усугубить физическое страдание, абсурдное поведение и растущую изоляцию. Такое сравнение мне кажется странным. Аллергики обычно проявляют непреодолимое желание за милю обойти источник аллергии. Естественно, у них не возникает тяги к его безостановочному употреблению. Алкоголизм больше похож на никотиновую или героиновую зависимость. На мой взгляд, из сравнения с аллергией следует логичный вывод анонимных алкоголиков о том, что хронические алкоголики имеют врожденный физический дефект. В буклете также указано следующее. Алкоголизм является прогрессирующим заболеванием, зачастую проявляющимся постепенно. Алкоголизм – смертельная болезнь, от которой не существует известных методов лечения, и многие его жертвы вынуждены вести битву, обреченную на поражение. Когда какой бы то ни было алкоголь попадает в организм человека, с ним что-то происходит как на физическом, так и на психическом уровне. В буклете «Общество анонимных алкоголиков» алкоголизм фактически объединен с болезнями сердца и раком легких. Сам битвуgodтен конкрет 총 500 граждан. Продолжение следует...